Первая лаборатория, которая здесь появилась и на базе нее уже, на основании нее начал развиваться сельский центр, это лаборатория минерального сырья. Лаборатория открылась в 2003 году и уже после стали появляться остальные лаборатории и теперь у нас полностью технологическая цепочка. С прошлого года мы являемся генеральным исследователем его компании. Соответственно, все, что касается научно-исследовательской деятельности, по любой бизнес-единице, оно проходит через нас. В лаборатории у нас представлены все, то есть полностью покрывающую технологическую цепочку. Головная лаборатория у нас обогащение. На них вообще все. Они в первую очередь основатели процесса. От их работы зависит, в принципе, есть ли работа у других переделов и насколько она слажена. У нас есть уникальная лаборатория био. Он входит в 100 лучших соблюдений России. В природе процесс окисления идет сотни лет, а то и тысячи некоторых из компонентов. А здесь весь процесс происходит за 120 часов. Это полностью разработка по конструктиву даже исследовательского центра. Плюс, помимо производства, коллеги начали тестировать организмы, которые будут нам помогать в очистке. Помимо био у нас, соответственно, есть гидрометаллургического лаборатория, как раз кучного исчлачения. Лаборатории кучного исчлачения, они у нас самые молодые. В чем их уникальность? В том, что промышленного и лабораторного оборудования для этих целей нет. То есть, они сами себе создают оборудование. В лаборатории у нас есть гидрометаллургических процессов. Она работает как раз на конце производства. То есть, это все, что касается уже непосредственно выпуска металла. У них там самые тонкие настройки для того, чтобы металл получился более чистым, более качественным. И на его дальнейшую переработку потратили меньше всего ресурсов уже на финажном заводе. Самая любимая для меня часть работы, это, конечно, работа с людьми. Мне нравится смотреть даже, как они растут. То есть, особенно нравится самая упорная, которая вначале начинает сопротивляться. Говорит, нет, так не будет, у нас ничего не получится. А потом смотришь, как бы человек больше всех эту тему тянет. Потому что нет ничего заразнее, чем идея. Если человек проник в все идеи, то с сопротивлением все ушло. Уже вместо оппонента получаешь единомышленника. И за этим мне нравится наблюдать. Наука ради науки – это, конечно, интересно. Но докрутить вот эту науку для того, чтобы она была экономически эффективна, вот это, наверное, основная, то есть, основная задача уже такая инжиниринговая. Во-первых, как бы ученых нельзя зажимать, а полет мысли должен быть. Это такой первый аспект. Второй аспект, что их надо приземлять. Наши открытия должны работать на предприятии, на благо предприятий и приносить деньги. Это основной посыл. Мы очень заинтересованы втянуть свои идеи до того состояния, когда они становятся интересны производству инвесторов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова